Всем привет! С вами канал Умно! И сегодня мы расскажем вам о том, как военные начнут готовить летчика в виртуальной реальности. Армия США в ближайшее время начнет эксперимент, в рамках которого курсанты училищ армейской авиации будут проходить часть начальной летной подготовки на тренажерах виртуальной реальности. Такая подготовка будет проводиться прежде, чем курсанта допустят к обучению на настоящем вертолете. В настоящее время армейская авиация США испытывает довольно большой дефицит летчиков, ликвидировать который быстро не получится. Руководство армии США предположило, что использование новых технологий, включая виртуальную реальность, позволит сократить время необходимое на начальную подготовку. По новой программе будущие летчики будут знакомиться с устройством вертолетом и расположением элементов управления в кабине в виртуальной реальности. Кроме того, там же курсанты будут получать начальные навыки управления вертолетом. Предполагается, что после этого адаптация курсантов при обучении на настоящих машинах будет проходить быстрее. Командование армии США планирует сделать начальную подготовку летчика в виртуальной реальности стандартам, если эксперимент пройдет успешно. В целом, благодаря обучению виртуальной реальности, военные планируют обучать и выпускать более 1 тысячи новых летчиков в год. Предварительный эксперимент с подготовкой летчиков в виртуальной реальности был проведен в 2018 году. В нем приняли участие 20 курсантов, из которых 13 успешно завершили полный курс подготовки уже через 4 месяца. А в отличие от ВВС и ВМС США, подготовка летчиков армейской авиации, которые управляют вертолетами, проходят по сокращенной программе, а требования к кандидатам снижены. Например, кандидаты в летчики армейской авиации могут не иметь высшего образования. Такие послабления сделаны ради ускорения подготовки летчиков. Полный курс обучения летчика вертолета в армии США занимает 1 год. За этот срок курсанты проходят боевую подготовку, теоретический курс, начальную летную подготовку, а также специализацию по одному из трех типов вертолетов. Многоцелевому Black Hawk, тяжелому транспортному, чинок или ударному, апачи. Тренажеры с виртуальной реальности в армии США используются уже несколько лет. Благодаря этим устройствам летчики проходят обучение полетам в условиях боя, взаимодействию с наземными подразделениями, а также отрабатывают сложные боевые ситуации. Также такая подготовка проводится в рамках повышения квалификации. А на этом все, друзья. Пишите в комментариях, что думаете на этот счет. Одобряете ли вы это или относитесь к этому негативно? Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Желаю вам хорошего дня и приятного вечера. Пока-пока!